Привет, на связи Девайс. Сегодня я предложу свой топ лучших игровых мышек до 5000 рублей, аргументировав выбор каждой модели. MSI Clutch GM41 открывает наш топ. Это самая легкая мышь в таком бюджете с качественной сборкой и максимально точным сенсором. Всего лишь 65 грамм при ценнике в 3300 рублей, при этом ее никак нельзя назвать маленькой, 130 мм в длину. А еще она совместима с Nvidia Reflex. Вкратце, эта технология используется в современных играх для снижения задержки ввода. Как итог, такая мышь идеально подходит для динамичных игр, где победу от поражения тебя отделяют доли секунды. У нее есть регулируемая подсветка логотипа, 6 программируемых кнопок и удобное ПО для настройки, длина кабеля 2 метра. И увы, он не съемный. В описании под видео вы найдете ссылки на все мыши в надежных магазинах, пользуйтесь ими, чтобы изучить отзывы, подробные характеристики и актуальные цены. Второе место топа – универсальная игровая мышь Razer Basilisk с отличной эргономикой, 11-ю программируемыми кнопками и наклоном колесика для горизонтального скроллинга. Из важных особенностей отмечу два режима вращения колесика – стандартный с плавным ходом и тактильный для более точной прокрутки. Переключатель находится на нижней стороне корпуса. Средний ценник этой модели – 4900 рублей. У нее есть подсветка в районе колесика и на логотипе. Максимально понятный софт и возможность выбора одного из заготовленных конфигов управления под разные игры. Ну и разумеется, вы можете создать собственные, самостоятельно назначив кнопки мыши на определенные клавиши клавиатуры. Подписывайтесь на канал Девайс, если заинтересуетесь компьютерной тематикой, ставьте лайк на это видео и оставляйте комментарии со своими мыслями. А вот и первая беспроводная мышь в нашем топе, разместившаяся на третьем месте – Logitech G304. Ее действительно можно назвать игровой из-за минимальных задержек ввода при подключении к компьютеру. Они могут играть роль только в самых динамичных играх по типу шутеров от первого лица. В остальных случаях вы просто их не заметите. У мыши очень точный сенсор, сравнимый с проводными моделями за ту же цену, а ее стоимость в районе 3300 рублей. Из особенностей хочу отметить два важных фактора. Во-первых, она питается от пальчиковой батарейки, а значит не придется беспокоиться о потере емкости встроенного аккумулятора. При этом заявленное время работы до 250 часов при использовании оригинальной качественной батарейки. А во-вторых, у мыши нет RGB-подсветки, только один светодиод, который показывает текущее состояние. Ну и еще один плюс – относительно небольшой вес для беспроводной модели. Минусов, по моим ощущениям, два – отсутствие подключения по Bluetooth и по проводу. А вы уже подписались на наш канал в Телеграме? Там мы выкладываем различные топы, сравнения и другой компьютерный контент, а самое ценное – скидочные промокоды для выгодных покупок. Присоединяйтесь, ссылка на Телеграм в описании. На пятое место мы поставили бюджетную модель Bloody W95 с ценником в районе 3000 рублей. Если ориентироваться на характеристики, то ее можно назвать более доступным аналогом мыши от Razer, про которую я рассказывал чуть ранее. Если вы играете в разные жанры и не останавливаетесь на чем-то конкретном, при этом не хотите переплачивать за не всегда нужные возможности, то такая мышь станет отличным выбором. У нее хорошая сборка, приятные материалы корпуса, точный сенсор, пусть и не очень быстрый. А главная особенность – второе колесико мыши, которое задумано для быстрого переключения между режимами стрельбы в шутерах. Но его можно переназначить на любое другое действие. Также хочу отметить стильную регулируемую подсветку. Пятое место топа SteelSeries Prime. Это игровая мышь, созданная специально для киберспортивных дисциплин. Она среднего размера, при этом необычно низкая и только с пятью кнопками, зато у нее отличный хват. Для любой ладони – точный быстрый сенсор, легкий вес и ценник приблизительно 4000 рублей. Присутствует RGB-подсветка, но только для колесика. При повседневном использовании она не очень удобная, но в играх с упором на мультиплеер проявляет себя отлично. Шестое место топа – мышь MadCats Buds с футуристичным дизайном и симметричной конструкцией, а значит подойдет и правшам, и левшам. А главная ее особенность – два варианта хвата, за счет изменения ширины корпуса. Боковые серые вставки съемные, их можно оставить в выдвинутом положении или наоборот скрыть за верхней крышкой. Честно сказать, мне такое исполнение не очень заходит, но я знаю, что многим оно нравится. Из других плюсов отмечу очень низкую задержку отклика – всего лишь полсекунды, а еще качественный кабель. Стоимость около 4000. Ну а на последнее место мы поставили беспроводную мышку Redragon Impact Elite. У нее 20 кнопок управления, потому она станет удачным приобретением, если вы фанат ММО или других жанров, где пригодится такое количество кнопок. У нее есть USB Type-C разъем для зарядки и подключения к ПК, а в беспроводном режиме она подключается через комплектный USB адаптер 2.4 ГГц. Производитель заявляет до 70 часов работы от аккумулятора, и все это по цене в районе 3600 рублей. Главный недостаток этой мыши – вес – 170 грамм, к которым нужно привыкать. Вторым минусом я отмечу фирменный софт от Redragon. Он предлагает большое количество настроек, но из-за не всегда интуитивного интерфейса в них сложно разобраться. Еще одним минусом можно выделить микрозадержки в беспроводном режиме, но эта мышь не рассчитана на динамичные игры по типу шутеров, потому никаких задержек вы и не заметите. На этом все, повторюсь, ссылки на все мыши по лучшим ценам вы найдете в описании и не забывайте про телеграм-канал с промокодами. Ставьте лайк на это видео, если оно оказалось полезным, оставляйте комментарии со своим мнением или задавайте вопросы. Ну и подписывайтесь на девайс, чтобы не пропустить новый выпуск. Спасибо за просмотр и поддержку, еще увидимся!